Привязать сигнальные ленты, поставить предупреждающие знаки. Дальше спецбригада кровельщиков на автогидроподъемнике подбирается максимально близко к крыше Хрущевской пятиэтажки. В этот раз у них по плану освободить от снега и льда четыре таких дома. Но если никаких проблем с уборкой не будет, то можно привести в порядок на 50% больше крыш, рассказал представитель третьего ремонтно-эксплуатационного управления Александр Сафронов. У него в управлении 67 домов. Из них 17 с двухскатной крышей. Их в первую очередь и нужно очистить. Работы стартовали на его участке еще в февральские праздники. Сегодня должны завершиться. Ежедневно производится уборка и очистка кровель от наледей сосулек. Эти люди работают у нас очень давно, если мне понять не изменяет, около 17-20 лет. Ежегодно по определенному промежутку времени они проходят переподготовку, сдают себе нормативный экзамен, получают удостоверение и после этого уже привлекается техника для того, чтобы убрать территорию и привлекаются дворники для того, чтобы убрать этот лед. Ежедневно управляющая компания отправляет статистические и фотоотчеты о проделанной работе в районную администрацию. Если возникают какие-либо замечания, то они исправляются немедленно. Это касается не только очистки крыш от снега и льда. Дворники с 6 утра приводят в порядок подъезды, отмостки, тротуары, а трактористы дороги и парковки во дворах. В первую очередь работают на проблемных территориях. Предписания все мы исполняем в срок. Они поступают, как только выпадает снег, сразу же, потому что ездят с проверками. Бывает, что снег только выпал, а уже едут проверять, выписывают предписания. Конечно же, мы можем не успеть в свое время почистить первые часы. Но все отрабатываются предписания, все жалобы жителей, все предписания администрации, ГЖИ, срок устраняются нарушения и все у нас отлично. В промышленном районе сегодня убирало снег и лед с крыш домов 22 спецбригады кровельщиков. До конца рабочей недели все работы должны быть завершены. Мы же осуществляем ежедневный мониторинг особенно опасных мест. Это где кровли находятся над пешеходными зонами, где большое количество людей проходит. Городская администрация держит руку на пульсе по каждому району. Мониторинг ситуации по очистке кровель от снега и льда ведется ежедневно. Задача поставлена по увеличению количества бригад, в том числе и на жесткий контроль по районам, чтобы администрация районов это осуществляли административными комиссиями. Это связано с тем, что данные кровли выходят на пешеходные зоны, на тротуары. В феврале управляющие компании уже получили от административной комиссии промышленного района 15 предписаний по устранению недочетов по уборке снега. И все проблемные участки были немедленно приведены в порядок. Напомним, все материалы по нерадивым управляющим организациям направляются в ГЖИ или прокуратуру для привлечения к административной ответственности. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.